А теперь о достаточно неожиданной инициативе, которая сейчас активно обсуждается городской общественностью. В Твери может появиться памятник комсомольцам и молодежи Верхневолжья. По крайней мере, такую идею уже одобрил один из комитетов городского парламента, которому теперь на одном из заседаний придется принять окончательное решение. Где именно предлагается разместить постамент и почему именно в ЛКСМ его решили посвятить, разбирался Роман Быков. В Тверскую городскую думу обратилась инициативная группа горожан с предложением увековечить память комсомольского движения. Проспекта с таким названием за Волжей им, судя по всему, показалось мало, поэтому предлагается установить памятник. В качестве места выбрана площадь славы, так как на ней находится музей имени одной из самых известных комсомолок Верхневолжья – Лиза Чайкиной. Я считаю, что это очень важно, потому что у меня многие есть знакомые комсомольцы, они очень ответственные, активные люди. И считаю, что важна именно связь поколений, молодежи. В качестве аргумента члены инициативной группы вспоминают участие комсомольцев в стройках первых пятилеток, подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, что несомненная правда. Однако были в истории этой организации и другие, не самые приятные моменты. Когда, например, читаешь описание возрушения церквей, там, за 60-е годы, за 30-е, кто в первых рядах? Комсомольцы. Причем это прямым текстом, это не стеснялся никто. В наше время это странно. Знаете, в наше время, когда к церкви отношение другое, эти подвиги комсомольцев предпочитают забывать. У опрошенных нами на той самой площади славы тверичан мнение неоднозначное насчет идей установки памятника комсомольцам. Как вы относитесь к идее депутатов нашей Гордумы установить здесь памятник комсомольцам? Вполне нормально. А как еще относитесь-то? Почему считаете, что такой памятник нужен в нашем городе? А потому что историю вообще забывать нельзя. Пожалуй, положительно. Почему? Ну, все-таки это наша история, наша память, и надо не забывать чтить. С чем здесь памятник? Тут дети играют. Лучше бы площадку поставили хорошую. Там потому что очень маленькая площадка. Мы должны чтить все периоды отечественной истории. И имперский, и советский, и постсоветский период. Однако в столице Верхней Волги, что касается монументальной скульптуры, наблюдается сильнейший перекос в пользу героев советского времени. Из дореволюционных персон можно вспомнить разве что Михаила Тверского да Афанасия Никитина. А между тем в истории города есть немало занимательных персонажей, более чем достойных увековечения в камне или бронзе. У нас нет памятника первому нашему историку Диамиду Карманову. Человеку, который, в общем-то, положил начало нашей вот такой хорошей истории Твери и краеведения. У нас нет памятника Камеженкову, нашему художнику, чьи работы украшают не только картинную галерею, но и Третьяковку и Русский музей. Нет памятников известным городоначальникам, предпринимателям, купцам, много сделавшим для столицы Верхней Волжи. Карпову, Боброву, Цветогорову, Аваеву. И все это не говоря уж о Екатерине Второй, которую за восстановление Твери после пожара смело можно назвать второй основательницей города.